Приветствуем вас на канале «Носквичи в Крыму». Сегодня, как вы уже догадались, мы приехали в Ялту на День города. Сейчас мы на Советской площади, сзади меня администрация города Ялты. И запустили они наконец-таки фонтан после потопа, который его немного разрушил и пострадал. Смотрите, какая красота, какие высокие струи бьют. И вечером он, наверное, будет сегодня еще подсвечиваться, что даст ему еще более красочный и эффектный вид. Задичка он, посмотрите, такая голубая. Видать, покрасили в голубой цвет, чтобы такую красоту создать. И смотрится он просто потрясающе. Я его, по-моему, вам ни разу еще не показывал вживую, когда он работает, потому что сам его не так часто вижу. Наверное, за все время пребывания моего в Крыму, даже когда мы начали отдыхать с 2010 года, я здесь видел его пару раз работающим. Но это красиво. По-части бы он работал, и чтоб его вообще летом никогда не выключали. Как все сегодня ярко здесь. Слепочки. Тан-тан. Ну, а мы отправимся на набережную имени Ленина. Посмотрим, что нам подготовили в этот праздничный день сегодня. Прямо сразу за памятником Ленина можно вот так вот с детьми покататься вот в таком небольшом бассейне здесь, сделанном на таких лебедях красивых. Здесь также можно посидеть на скамейках, отдохнуть. Пока мама с ребенком катается, папа может здесь присесть. Детям нравится, довольны. Там есть и лебедь для девочки, и машинка для мальчика, как гидроцикл. Ну, а здесь молодежь катается на самокатах и скейтбордах. Что, покажу я вам немного издалека, сколько людей уже пришло на набережную. И это еще не самый вечер, уже играет музыка. Ну, а мы сейчас пойдем в самую гучу событий. Там он ходит на худунках, устраивает показ какой-то. Но народу немало, немало. Потому что днем я смотрел по веб-камере, было достаточно мало народу. Сейчас люди, искупавшись, покушав, все пришли отдыхать уже на вечернюю набережную, отмечать день города. Все нарядные, все веселые. Лето продолжается, погода наконец-то улучшилась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше на набережной поставили отличные декорации. Это из наших всеми любимых фильмов советских. Это как «Кавказская пленница», «Операция И», другие приключения Шурика. Сейчас мы к ним подойдем и вам покажем все эти декорации и автомобили, которые здесь поставили. Они как раз сзади меня. Я желаю вам здоровья, добра и всем нам мирного неба над головой. Я желаю вам здоровья. Я желаю... Давай, вылетаем. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА И это неспроста. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Все, все, все. Все, все, все. За эти почти полгода его условия использовали 300 миллионов человек. А к этому причину ежегодно похоронят Сотни отечественных и иностранных пассажирских субботов. Экспонаты настоящие. Сотни отечественных иностранных пассажиров. Экспонаты технику салушты. Здорово, пофоткаться можно. Но очереди, конечно, еще люди, как обычно, у нас все мелькают туда-сюда, туда-сюда. Видят то, что фотографируют. Но ладно, настроение никому не портим. Все все равно радостные. Так что все фоткаются. И, кстати, вот с 22 числа наконец-то прекратятся вот эти крики-оры бестолковые, которые на пляжах везде орут и зазывают на свои экскурсии и прогулки. Их будут штрафовать. Наконец-то додумались и сделали такой закон, чтобы они здесь не орали. В Москве давно уже закон этот приняли. Там, я помню, даже еще и стреляли в них из окон. Судебные дела были. На набережной это давно пора сделать. Кому надо будет, тот сам подойдет и возьмет себе какую-либо экскурсию. Зачем вот это кричать и портить видеозаписи, фотографирование и настроение. Тем более они сейчас еще на своих тележках этих катаются. Людей сшибают и орут на ухо. Сама-нухо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас подойдем к пляжику с вами, где идет посадка на кораблике, вот рядом здесь. Люди еще купаются, сидят на пляже. Кто-то здесь, наверное, и будет встречать салют. Все отдыхают и купаются. Дети все купаются, радуются. Здесь даже он уже песочек. Кто-то просто лежит, отдыхает и наслаждается волнами моря. Небо сегодня вообще шикарное. Посмотрите, какие перья прям. Здесь как раз-таки стоят разрисованные шкамейки, арт-объекты. Но мы тут, конечно, на них сейчас не посмотрим, потому что на них все сидят. Иван Васильевич меняет профессию «Операция И», «Спорт-Лото» и другие. Именно по этим фильмам мы вспоминаем современные янки. Наполнены ароматами цветущих деревьев и цветов в антураже исторических стран. С ее модными магазинами, разноцветными огнями, развлекательными программами и актуальной музыкой, которая ждет вас на площадке у Круглого Бонтана. Мороженое «Шарик» стоит 80 рублей. Большая вода литровая стоит 100 рублей. Маленькая 0,5 – 60 рублей. Это обычная жемчужина Крыма газированная. На соке там цены не было. Это палатки «Ялта в шоколаде». Да, я просто не посмотрел название, и Юлька вот подсказывает нам. Смотрите, какое небо на горизонте красивое. Аж отражение идет в море от облаков. Основным способом снабжения был порт, потому что дорога была одна, единственная из Симферополя, очень неудобная. И получалось так, что если был шторм, корабли не могли пристать, не могли выгрузить продукты и припасы, и город мог сидеть. Очень долго, без ничего. Потому что шторма была на ней наслаждаться. Не проходите мимо, посмотрите, какая Ялта была и какая вокруг Ялта уже стала. Продолжается наше путешествие по планам веку на своей ялтой площадке и памятнике Чепот и даму с собачкой. Здесь выгодитесь в атмосферу высокой нравственности и благородных мудрых, оказавшись в центре событий и мировой конференции в райзаного столетия. И вновь серия грамотная, всесоюзная здравность, Ялта, как Желчонка, как город, где рождается кино лучших советских режиссеров. Здесь снимались знаменитые комедии Ленина Гайдай, Кавказская пленница, Иван Васильевич меняет профессию, операция ФИЛ, СПОКО и ЭКЛОДИЯ. Именно по этим фильмам мы вспоминаем то прекрасное время, напоминающее Ивра сердца, красавица Ялта. С каким трепетом возвращается сюда каждое влюбленное в нее сердце. Проезжая по шоссе, за гранием ждешь встречи с современной Ялтой, наполненной ароматами цветущих деревьев и цветов в антураже исторических стадов. С ее модными магазинами. Зашли мы сейчас в нашу кафешку, нашу любимую Рапонджи Фэмили, которая находится прямо на набережной, недалеко от Апельсина. Заказали мы сейчас горячие роллы, стоимость их 380 рублей. Потом взяли мы чизбургер, стоимость его 490 рублей. Заказали мы еще, сейчас я посмотрю, как она называется. Пиццу Качатори за 590 рублей. Взяли лимонады 400 миллилитров по 220 рублей. И все, да. Сейчас, когда принесут, я вам обязательно покажу, как это все выглядит. Вот, а так можете подписываться на мой инстаграм. Ссылочка будет вот здесь. И посмотрите сторисы и более подробно с этого места. Потому что я не знаю, сейчас камера, наверное, здесь будет довольно-таки темновато. Потому что она не передает так цвет хорошо, она еще затемняет. А отсюда мы уже пойдем как раз в акваторию Ялты и будем смотреть фейерверк. Ну, может, еще что-то нам встретится по пути. Может, будет какое-нибудь фаер-шоу. Так что оставайтесь на нашем канале. Впереди будет еще очень интересно. Подошла наша пицца. Докторка. Не два часа, как тогда нам доставки ждали. Да-да-да. Принесли нам еще лимонадики. Это получается кизиловый с апельсинчиком. А у меня пряный манго с грейпфрутом. Оформляют они, конечно, все красиво, но и по вкусу тоже все превосходно. И только отключился. Сразу нам принесли вот горячий рог с лососем. И принесли нам вкусный бургер еще. С картошкой при сразу и соусом. Кипчик. Начался вечер. Все проголодались. Уже вон лепят шаурму одна за одной. Вот такие цены здесь. Очередь какая неплохая. Тут за шаурму. Видели, лепят уже одну за другой, как конвейер. Людей, посмотрите, просто меньше не становится вообще. Вот такое движение в Ялте. В Рапонжо. Очередь мы уже покусали. Видите, и очередь стоит. Благо мы не так долго стояли. Что, отправимся дальше. Погуляем уже сейчас по вечерней набережной. Будут интересные какие-то моменты. Я вам, конечно же, все это покажу. Так, друзья, мы попали прям в гущу событий. Мы что-то идем прям в толпе конкретно. Обалдует сколько людей. Быстро даже и не пройдешь. Поток идет медленно. На набережной пробка. Катер, смотрите, с какой подсветкой будет носиться тут. По всей бухточке Ялтинской. Давай же наблюдать вместе. Топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Типик, типик. Пугайте, пожалуйста. Тысяча рублей стоит 5-7 минут покататься вот здесь вот. На таком катере ночные эмоции получить неимоверные двухдвигательные мощные катера. Таких здесь раз, два, три штуки. И ровно через три минуты начнется фееричное шоу. Ялта закрывает огни. Так, понимаете, если вы хотите насадиться, если вы хотите насадиться, если вы хотите, повернуть в сторону моря. И мысленно засчитать до 183. Здесь каждый момент. Буквально несколько минут назад зажглась наша фото-зона Ялта 5 звезд. Сегодня город Ялта подготовил для вас эти огни. Растворитесь в них. Будьте счастливы. Ялта с тема города! Не знаю, видно вам будет или нет, но вот впереди как раз на плейбордах. Вышли в море, в акваторию сюда. И сейчас здесь будут устраивать нам шоу, наверное, перед фейерверком. Потому что как раз огненное шоу, файер-шоу закончилось. И теперь вот флайборды остались. Может быть сюда поближе подойдут, чтобы их видно было. Посмотрим. Редактор субтитров. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...